здравствуйте меня зовут федор васильев это урок по джума 4 как установить джума 4 на open-server и небольшое вступление для совсем новичков что такое open-server это программное обеспечение которое вы можете установить на компьютер программа бесплатно сейчас вы видите официальную страницу где вы сможете скачать open-server последнюю версию адрес с панель точка айо все ссылки я оставлю соответственно в данной статье на самом сайте fedor васильев точка ком ну соответственно ссылка будет под видео если это видео смотрите с youtube а всего как раз таки вопрос безопасности что лучше скачивать все официально программа бесплатная почему бы ее не скачать или это может быть любой другой сервер кроме denver разные еще есть всякие сервера локальные что эта программа делать зачем она нужна она имитирует по сути сервер или хостинг но только на вашем компьютере никто не может по сути видеть ваш сайт пока вы его разрабатываете на компьютере чем этот процесс хорош если вы делаете сайт для себя или тренируетесь то есть у вас может быть и много времени на тренировку на создание сайта вы можете делать там не торопясь и при этом вам не надо заморачиваться с хостингом до за хостинг нужно платить потом есть адрес сайта домен за него тоже нужно платить здесь у вас локальный домен бесплатный получается и обычная программа которая имитирует сервер она абсолютно также работает как и хостинг только по сути вы через браузер сможете настраивать себе сайт и когда сайт будет готов когда вы будете уверены запустить его в интернет вы сможете сделать резервную копию готового вашего сайта на джума 4 с этого open сервера и перенести его уже на купленный заранее например уже позднее да скажем когда все готово у вас хостинг и купить домен у меня естественно open server стоит все установлено сейчас сразу с вами приступим как развернуть джума 4 на локальном сервере если вам потребуется дополнительная информация о том как установить open server как узнать хостинг задайте этот вопрос в комментарии к данной статье на сайте федоровасильф точка ком я отправлю вам соответствующие ссылки на дополнительные уроки если вам требуется поддержка именно в плане установки программного обеспечения и настройки этого обеспечения то есть если вы не знаете как open сервер это все настроить то об этом уже есть у меня уроки давайте не будем затягивать сразу приступаем когда вы все установите open server у вас будет некая папка с панел в папке сервер вы заходите здесь будет папка domains домены здесь может быть неограниченное количество разных сайтов то есть одновременно вы делаете несколько сайтов вы просто создаете папку и называете как угодно главное не русскими буквами я назвал джума 4 . лог можете также даже назвать или как-то иначе открываем и сюда вы закидываете архив с джумы тот который мы скачали ранее в уроках а здесь я архив распаковываю как только архив распаковался можно сделать перезапуск сервера в браузере вам нужно перейти по адресу получается ваш домен ту папку которую вы создали слэш и название папки инсталляцию то есть есть такая папка внутри папок джума то есть мы как бы обращаемся к этой папке обязательно это нужно сделать прям вот так вот ваш адрес и здесь естественно ваш домен вот этот адрес вбиваем в адресной строке браузера и вы должны видеть вот такую вот картину если вдруг здесь будет что-то другое расположено то есть какой-то текст типа что у вас я не знаю будет переведена англий на русский язык или нет но раньше когда джума 4 было очень нестабильной версии на английском языке здесь было предупреждение что версия php у вас устарела что делать если вот вы установили open server и или забыли не нас не настроили в общем параметры сервера что сделать для этого вы в быстрее у вас свернута open server зайдете правой кнопкой мыши вот по вашему флажку вашего сервера зайдете в настройки и перейдете здесь вот модуль просто можете настроить как у меня apache 24 то есть здесь просто из списка выбирайте php вот он обязательно у меня даже не последняя стоит а 7 4 предпоследняя версия mysql 80 вот так вот просто все выставляете нажимаете сохранить у вас сервер перри запустится автоматически а это окно можно свернуть после этого вы обновляете страницу и должны уже увидеть вот абсолютно такую же картину как сейчас вы видите на экранах то есть сейчас в данном случае у нас все нормально и мы можем приступить к установке нашего движка джума 4 на наш локальный сервер процедуру установки здесь упрощена в отличие от 3 версии джума сделали чуть проще давайте посмотрим насколько первое что мы выбираем здесь язык я выбираю русский язык вот он в самом низу язык выбрал видите название сайта здесь вы можете написать главный заголовок основной заголовок у вашего сайта когда вы все на сделаете в дальнейшем этот заголовок в настройках в админке сайта вы сможете изменить на любой другой я пишу джума 4 заголовок это тестовый сайт и нажимаем параметры учетные записи на этом шаге видите реальное имя администратора я написал федор видите логин для учетной записи то есть логин обязательно английском языке это авторизация на сайте в админской части или фронтальной части как админа главный администратором сайта вашего сайта видите пароль теперь длина пароля должна составлять не менее 12 символов и теперь джума подсвечивает желтым а если слабый пароль и зеленый датковите полоска если все хорошо и вот сразу здесь если сравнить этот момент с wordpress wordpress в каких-то моментах конечно удобней если мы сайт разработаем разрабатываем и это локальный сервер никто его не взломает и получается что использовать пароль 123 было бы удобно для такого сайта и wordpress и можно поставить галочку что хочу использовать слабый пароль вот для этих целей это очень удобно да к сожалению джума не переняла лучшие моменты например от его можно сказать конкурента wordpress ладно немножко отвлекся здесь мы нажимаем параметры базы данных вот это по сути самый сложный и ответственный шаг где обычно новичок может ошибиться что здесь происходит нам нужно создать на нашем локальном сервере некую базу данных в которой входит имя базы данных имя пользователя и пароль и главное здесь не ошибиться прописать все необходимые данные если мы все сделаем правильно то нас джума пропустит к следующему шагу что надо сделать на локальном машине вот на вашем программном обеспечении open server внизу в трей где у вас свернута программа зеленый флажочек здесь вам список виден не весь ну как я уже сказал у меня уроки об этом уже записаны поэтому здесь подробно не останавливаюсь вот дополнительно его 10 видите php май админ переходим в браузере откроется окно авторизации в php май админ от вашего локального сервера пользователи здесь по умолчанию root вот вы видите пароль то же самое root прописывать нажимаю вперед здесь я уже пользовался open server слева вы видите у меня есть база данных для других сайтов которые я разрабатывал и получается чтобы создать новую базу нажимаем вот здесь вот на вкладку база данных то есть сначала ее надо создать а потом и джуму подключаем к этой базе данных назвать можно чтобы не запутаться также джума 4 назову и нажимаю создать все база данных создана эту вкладку пока мы можем временно давайте закрывать не будем возможно нам еще пригодится я возвращаюсь вот на эту вкладку и до запоминаем как наша база называется видите имя хоста обычно это localhost пока мы на локальном хостинге так и можно здесь оставить принципе localhost видите имя пользователя базы данных это тоже самое название вашей базы которую только что создали видите пароль пользователя базы данных смотрите пишем root то есть вот я вам покажу root то есть у вас по умолчанию пароль базе должен быть root видите имя базы данных удаляем все что здесь написано и проставляем то название базы данных которые только что создали видите префикс таблица базы данных он у каждого будет генерироваться здесь свой то есть можно это вообще в принципе не менять дальше тут настройки безопасности шифрование соединения стоит по умолчанию контролируется сервером односторонняя аутентификация двухсторонняя аутентификация я пока оставлю по умолчанию нажимаем установить jumla вот как раз как выглядит сообщение если мы что-то сделали не так вверху в красном да и не пускает к следующему шагу попробуем такие параметры я изменил имя пользователя базы данных написал root пароль root имя базы данных ту которую создали localhost сервер установить в этом случае все сработало не торопитесь обновлять страницу реально прям несколько минут пришлось мне ждать была загрузка как будто бы все зависло в моем случае вашем случае возможно все пройдет быстро наверное это тоже зависит от мощности компьютера в базе mysql мы можем видеть перейдя в нашу таблицу обновить эту страницу увидеть вот она наш была пустое jumla создала таблицу и в нужную так сказать таблицу поместила вот 69 таблиц все то есть соединились таблица здесь появилась и мы видим уже следующую страницу с поздравлением поздравляем вы успешно установили jumla давайте сначала выберем язык установить дополнительные языковые пакеты прокручиваем находим здесь русский ставим напротив птичку нажимаем далее страница обновилась а здесь ставим точку то есть русский интерфейс панели управления админской части сайта и ставим точку для самого сайта и нажимаем установить по умолчанию нам jumla говорит что язык русский установлен в качестве языка по умолчанию и панель и сайт дальше завершить и открыть сайт или завершить и открыть панель управления я кликаю открыть панель управления то есть мы с вами уже произвели установку она встречает вот такая вот красивая новая панель управления а вход в админскую часть сайта мы можем сразу проверить попробовать зайти логин я писал админ кстати на реальном сайте я не рекомендую использовать админ логин любое другое уникальное слово это будет в качестве улучшения безопасности на вашем сайте так я ввожу логин и пароль язык по умолчанию русский дальше есть некая новая кнопка аутентификация который мы с вами будем разбирать следующих видео и кнопка войти нажимаю войти и я захожу в админскую часть сайта вот так вот она у нас выглядит чтобы быстро посмотреть на этом уровне как выглядит фронтальная часть нашего сайта лицевая по сути такая часть сайта который будет видеть все пользователи у 10 такая удобная кнопка по ней кликаем и в новой вкладке браузера во встроенном шаблоне джума который тоже позже будем разбирать мы видим по сути пустой сайт но он уже как бы созданный и дальше вы уже можете с ним работать да и сразу по умолчанию так же как и в третьей версии джума умолчанию модуль меню выводится со созданные автоматически вкладкой home главной страницы модуль авторизация на сайте все по сути больше тут ничего нет увидимся в следующем видео и и и и и и и